Увидеть то, что раньше было скрыто, пожелали больше двух тысяч человек. В Магадане в Краеведческом акция «Ночь музеев». Подготовили выставки, игры, фотосессию и десятки других познавательных и увлекательных зон. В такую ночь, как эта, можно не только потрогать экспонаты, но и самому сделать что-то руками. В зале тематический квест. В группе рассказывают о коренных жителях Севера, одежде, оружии и традициях. Большой интерес вызвала история об искусственном камне-гастролите. Его изымали из желудка оленя и делали ожерелье. Такое украшение служило амулетом. В таком году на побережье бухты Нагаева высадилась первая группа вольно-наемных рабочих и заключенных. Будем слушать ваш вариант ответа. 1936. Популярностью пользовались интеллектуальные игры. История формирования Магаданской области, Дальстроя, первая взлетная полоса и десятки других вопросов. Если ты живешь в Магадане более пяти лет, десяти, ты должен знать эти вопросы, должен знать историю своего города и не подводить свою команду, а то они тебя убьют. Этажом ниже тоже крутят волчок. Детская игра «Что, где, когда» собрала десятки болельщиков. Правила строги. Скидок не делали. Хочется сказать, что наши магаданские знатоки радуют нас своим интеллектом и подчас дети справляются с более взрослыми вопросами, что действительно нас очень радует. Редкая коллекция картин – работы выпускников 80-х и 90-х годов детской художественной школы. Полотна многих авторов сейчас каждым годом растут в цене, потому что эти живописцы стали известными миру художниками. Например, Владимир Мягков и Владимир Павленко. Но максимальная точка кипения интереса была у зоны фотосессии. Снимки в стиле синемографии вызывали удивление, и многие были готовы стоять в очереди. Я фоткалась с песочными часами. Мне очень понравилось там. И мне очень понравилась экспозиция «Природа севера», потому что там все было про животных. А я очень люблю животных, занимаюсь биологией, и там много чего узнала. В этот день двери музея закрыли за час до полуночи. Следующую акцию планируют в ноябре на Ночь искусств.